МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Векторы стратегического партнерства и союзничества Узбекистана и Российской Федерации на новом этапе выстраиваются, и это вновь продемонстрировали итоги государственного визита Владимира Путина на основе особого доверия, уважения и открытости. Его назвали знаковым событием по четко обозначенному пути мощной интенсификации контактов, сближения наших народов, логическим продолжением интенсивного роста взаимодействия. И уже сегодня отмечают экспертное аналитическое сообщество событий высокого уровня октября 2018 года стало прорывом в дальнейшем расширении политического диалога. Неоспоримым фактом стремления лидеров стран поднять двухсторонние отношения на еще более высокий уровень, наполнить их новым практическим содержанием. Россия – это стратегический партнер Узбекистана. За два года наши стратегические партнерства и союзничные отношения вышли на новый качественный уровень. У нас взаимоотношения, сотрудничество развивается во всех направлениях. За 9 месяцев этого года товарооборот вырос на 30%. И до конца года намечается цифра товарооборота 6 миллиардов долларов. Такого у нас никогда не было. Даже мы, когда планировали, у нас была цифра 5 миллиардов. Это все говорит о том, что выросло доверие между нашими регионами, и регионы уже сотрудничают, и есть очень большой результат. Многое культурно-гуманитарных вопросов делается. Впервые мы провели в Узбекистане медиафорум. Это первый раз в Узбекистане. Общеобразовательный форум. Свыше 80 ректоров из России присутствует. Это тоже говорит о том, что мы серьезно намерены сотрудничать с наукой, в образовании и в культуре. Узбекистан наш надежный союзник и стратегический партнер. После вашего визита в апреле этого года был дан очень серьезный импульс нашим контактам, причем в самых разных областях. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике. Мы видим, как быстро и как основательно меняется ситуация в Узбекистане, как организуются и проводятся реформы. Мы уверены в том, что только долгосрочная, среднесрочная перспектива экономика Узбекистана и жизнь народа будет меняться основательно. Это дает нам возможности развивать отношения на новой базе. Именно благодаря этим изменениям, которые вы сейчас организуете в Узбекистане, удается добиваться и серьезного расширения наших торгово-экономических связей. Мы намерены и дальше двигаться такими же темпами. Будем все делать для того, чтобы расширять базу нашего взаимодействия, в том числе за счет регионального сотрудничества. По вашей инициативе создан первый региональный форум и уверен, что это придаст нашему взаимодействию новый хороший импульс движения вперед. Открытость, доверительность, схожесть позиций по актуальной повестке дня отличали переговоры высокого уровня. Был обсужден широкий круг вопросов, определены ключевые направления укрепления и развития политического взаимодействия, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах на перспективу. Если говорить детально, то это вопросы увеличения объемов и диверсификации номенклатуры товарооборота, развития кооперации производственных предприятий, укрепления взаимодействия в сфере транспорта и энергетики, расширения сотрудничества между регионами, усиления деятельности межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Направления интенсификации контактов обозначены в солидно укрепившейся правовой базе партнерства. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин подписали совместное заявление. В целом в ходе визита скреплено подписями 20 документов по развитию сотрудничества в различных областях. Наши с вами регулярные встречи и беседы придали мощный импульс развитию узбекско-российского сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества. Отношения наших стран вышли на качественно новый уровень. Это в очередной раз подтвердили состоявшиеся переговоры, которые прошли традиционно доверительной, открытой и конструктивной атмосферы. Россия является ключевым торговым партнером Узбекистана, признательной российской стороне за создание зелёного коридора для поставок в Россию плодовощной продукции из Узбекистана. Мы договорились о распространении этой практики и на другие виды нашей продукции, в том числе текстильной. Подготовлен пакет новых инвестиционных соглашений и торговых контрактов с ведущими российскими компаниями и банками «Газпром», «Газпромбанк», «Лукоил», «Росатом», «Форус», «Внешэкономбанк» и другие на сумму порядка 25 миллиардов долларов. Переговоры подтвердили совпадение и близость наших позиций по актуальным региональным и международным вопросам. Будет продолжено взаимодействие рамков Организации Объединённых Наций, СНГ, ШОС и других авторитетных международных и региональных структур. Вопросы безопасности всегда будут в центре нашего внимания. Состоялся детальный обмен мнениями о координации совместных усилий по противодействию терроризму, экстремизму, особенно радикализации молодёжной среде. Мы также всесторонне обсудили взаимодействие в военной и военно-технической сферах. Приоритетное значение придаём развитию культурно-гуманитарных связей. Хотел бы отметить, что по количеству иностранных студентов в российских вузах Узбекистан занимает одно из первых мест среди стран СНГ. Для получения в Узбекистане качественного российского образования с этого учебного года открыт филиал Московского института стали и сплавов в городе Алмалыке. Также планируем создать филиалы МГМО, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Всероссийского государственного института кинематографии, Московского энергетического института, Российского химико-технологического университета. И такое сотрудничество будет продолжено. Мы договорились активизировать взаимодействие в сфере науки. Ярким примером, вы были сейчас свидетели, подписан совместный проект по созданию для развития космических исследований супермощного радиотелескопа на плата СУФА. Реализацию этого проекта мы обсуждали с Владимиром Владимировичем несколько месяцев назад, а мы сегодня уже принимаем дорожную карту. Я не исключаю возможность, что в недалеком будущем на российском космическом корабле полетит гражданин Узбекистана. В целях дальнейшего сближения наших народов мы договорились 4-й узбекско-российский форум молодежи провести в Узбекистане. Хотел бы затронуть еще одну важную для всех нас тему. Чтобы в 2020 году достойно отметить 75-летие Великой Победы, мы в Узбекистане разрабатываем специальную программу. В ее рамках планируем создать Ташкенте-парковый комплекс «Победа». Он станет символом нашей общей борьбы против фашизма. Послужит воспитание молодого поколения, духе уважения к истории патриотизма и дружбы народов. Великая русская культура всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества. Цель более широкого приобщения населения, прежде всего молодежи, к лучшим произведениям русской литературы, мы планируем издать на узбекском языке 100-тонное собрание, шедевры, русские классики. Мы с президентом Узбекистана провели конструктивные и исключительно полезные переговоры. Предметно рассмотрели очень широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия. Наметили ключевые направления развития наших отношений союзничества и стратегического партнёрства. Все эти темы отражены в только что подписанном нами совместном заявлении. В нём заданы чёткие ориентиры для дальнейшей работы министерств, ведомств и организаций по углублению нашего сотрудничества. Заключены и другие важные двусторонние договорённости, а также крупные коммерческие контракты. Традиционно приоритетное внимание на переговорах было уделено вопросам экономического развития и взаимодействия в этой сфере. Узбекистан занимает четвёртое место по объёму торговли с Россией среди государств СНГ. Дорогово-экономические связи между нашими странами продолжают динамично развиваться. В прошлом году двусторонний товароборот вырос на 34%, а в январе-июле прибавил ещё 32%. Объём накопленных российских инвестиций в узбекскую экономику приближается к 9 миллиардам долларов. Но я считаю, что это только начало. В Узбекистане зарегистрировано более 1 тысячи предприятий с участием капитала из России. Условия, которые президентом и взявами создаются для работы российских экономических операторов, дают основания полагать, что это тоже только первые шаги к совместной работе. Чтобы придать российско-узбекскому взаимодействию, прежде всего в сфере экономики, дополнительный импульс приняли с президентом решение создать совместную комиссию под руководством премьер-министров. Комиссия будет заниматься стратегическими вопросами экономического, инвестиционного и технологического взаимодействия. Особое внимание заслуживает сфера энергетики, в которой обозначились хорошие перспективы. И в заключение хочу ещё раз сердечно поблагодарить Шахвата Мирамоновича и всех наших узбекских друзей, коллег за тёплый, радушный приём, полезные и результативные переговоры. Хочу вас заверить, что мы будем всё исполнять, всё, о чём мы договорились. Уверен, что это принесёт пользу развитию наших международных связей, будет укреплять дружбу между нашими народами и, безусловно, скажется на благосостояние граждан наших стран. Итог переговоров и принятия программы экономического сотрудничества на 2019-2024 годы. Это очень значимое событие, безусловно, для развития взаимоотношений между нашими странами. И, конечно, одна из властей таких очень важных – это развитие сотрудничества в области топливно-энергетического комплекса. Россия и Узбекистан всегда были партнёрами, и это исторически. Наши компании участвовали в разработке месторождений в строительстве, здесь энергетических объектов. И сегодня это сотрудничество активно развивается. Здесь у нас в Узбекистане присутствуют такие наши крупнейшие компании, как «Лукойл», «Газпром». Подписаны соглашения о новых проектах, в том числе о строительстве в будущем и участии компании «Русгидро» в гидроэлектростанциях, а также о развитии атомной отрасли, мирного атома, строительства атомной электростанции. И это, конечно, очень перспективное, долгосрочное сотрудничество, которое закладывает основы на будущее. Компания ведет огромные перспективы для своих инвестиций на территорию Узбекистана. Во время визита резидента России подписан меморандум с нашими коллегами из Узбек-нефтегаза о начале изучения северных территорий Республики Узбекистан. Это почти 45 тысяч квадратных километров будут изучены, проанализированы с целью определения наличия углеводородов на тех территориях. Если мы вместе примем решение, что наличие углеводородов есть, то мы перейдем в следующую стадию. Это геологоразведка. Я надеюсь, конечно, что мы откроем новые нефтегазовые провинции на территории Узбекистана. Каждый государственный визит приносит дополнительный импульс в экономических и торговых отношениях. У нас много очень направлений, которые на сегодняшний день есть. Это и транспортное машиностроение, автопром, сельхозмашиностроение. Мы рассчитываем на развитие в области фармацевтики. Мы понимаем, что это не только рынок Узбекистана, но мы ведем речь всегда о совместных проектах, которые направлены на обеспечение поставки на рынок других стран. Принят по итогам визита целый ряд документов, направленных на расширение сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере, науке, образовании и других направлениях. Нам очень приятно, что у нас складываются очень деловые и конструктивные отношения с Узбекской академией наук. И мы видим, как президенты наших стран поддерживают такие взаимодействия в области науки. И очень приятно, что подписана дорожная карта по строительству радиотелескопа РТ-70 на плато Суфа. Я считаю, что это очень важный, такой знаковый проект в нашем сотрудничестве, потому что установка, которая будет построена, это установка, как сейчас говорят, класса Мегасайенс. Это очень крупная научная инфраструктура, с помощью которой могут быть исследованы различные явления и в астрофизике, и в ближнем космосе. Наша сотрудничество в сфере культуры развивается поступательно, готовятся Дни культуры России в Узбекистане в следующем году. Активно идут обменные гастроли. Мы планируем гастроли Узбекского театра, оперы и балета столичного в России в следующем году. Сюда приезжают наши коллективы. Вот в прошлом году приезжал Московский художественный театр, ряд других театров. Идут активные выставочные проекты, в том числе между Музеем изобразительного искусства Узбекистана, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Вот только что я вашего министра пригласил, и он подтвердил приглашение на ежегодный Петербургский культурный форум, где мы уже в деталях рассмотрим все наши планы культурного обмена на следующий год. Музеем изобразительного искусства Узбекистана, Музеем изобразительного искусства Узбекистана. Столица в рамках визита президента Российской Федерации стал одной из самых горячих точек. Адрес еще одного исторического события. Впервые в истории узбекско-российских отношений здесь организован был форум межрегионального сотрудничества, беспрецедентный по своему масштабу. В его работе принимали участие более тысячи представителей России. Это главы регионов, руководители ведущих компаний и промышленных предприятий, других бизнес-структур. Данный форум посетили президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев и президент Российской Федерации Владимир Путин. Главы государств ознакомились здесь с макетом первой атомной электростанции в Узбекистане. Лидерам двух стран представили информацию о значимости и важности форума о мероприятиях в рамках этого уникального события, которое установило все рекорды. На полях форума состоялись 11 деловых мероприятий, в том числе панельные секции, семинары, пич-сессии, Узбекско-российский деловой совет, биржа контактов, выставка сельскохозяйственной и специальной техники, а также сельскохозяйственной и текстильной продукции российского и узбекского производства. Высокий уровень представительства российского бизнес-сообщества и регионов России обеспечен участием 173 представителей из администрации 17 регионов и свыше 400 компаний России. Подобный солидный состав способствовал заключению свыше 790 двусторонних соглашений и меморандов на общую сумму 25 миллиардов долларов. Конечно, важно напомнить, что отправной точкой межрегиональных связей стала инициатива президента Узбекистана, который запустил всю эту работу во время его визита в Россию в апреле 2017 года. Важно отметить, что сегодня на форуме присутствуют не просто делегации региональных правительств, из России приехало больше 800 представителей из более чем 300 компаний, которые готовы развивать бизнес совместно с узбекскими партнерами. Такой огромный интерес к этому мероприятию неудивителен, что Узбекистан – это динамично развивающаяся экономика с быстрорастущим населением, экономика, которая благодаря продуманной и эффективной программе экономических реформ в ближайшие годы будет демонстрировать самые высокие темпы роста на пространстве бывшего Союза. Приветствую участников форума. Глава нашего государства отметил, что мы высоко ценим и искренне дорожим сложившимися устойчивыми и доверительными отношениями с Российской Федерацией, нашим стратегическим партнерам и союзникам. Организация форума и высокий уровень его проведения – как еще одно яркое подтверждение огромного взаимного интереса и мощного потенциала нашего сотрудничества. Уважаемые участники форума, на этом мероприятии вы обсуждаете действительно практические вопросы делового сотрудничества, конкретные проекты и программы взаимодействия. Я искренне приветствую и поддерживаю такой подход. Контакты между регионами приобрели высокую интенсивность и эффективность. За год более 40 взаимных визитов. Только за последние месяцы руководители всех 14 регионов нашей страны посетили 26 субъектов Российской Федерации. В нашем совместном форуме участвуют руководители и представители 18 субъектов России. Такого никогда еще не было. Хочу особо отметить, что именно вы определяете конкретные направления взаимодействия. Необходимо наращивать наши усилия по созданию совместных высокотехнологичных производств, расширять кооперацию для выпуска востребованной продукции и освоения рынков третьих стран. Приведу несколько примеров этого благотворного сотрудничества. Это создание совместного текстильного кластера с участием компании Ивановской области в регионах Узбекистана. Это в Новоиске области. Совместно с партнерами из Татарстана производство химических удобрений в Ташкентской области и фармацевтических препаратов в Каракалпакстане. Кооперация использует возможности инфраструктуры оптово-распределительных центров в Московском регионе, Башкирии, Оренбургской области и других субъектов России для организации поставок сельхозпродукции. Создание в Сурхандаринской области современного агрокомплекса по выращиванию и поставкам свежей плодовощной продукции на рынке Москвы. Со Свердловской области строительство завода по изготовлению легких и тяжелых металлоконструкций в Кашкадаринской области. И таких проектов немало. Но самый главный результат. Между нашими регионами установились крепкие, долгосрочные партнерские отношения. Хочу заверить вас, присутствующие здесь коллеги из Узбекистана, члены правительства, руководители министерств, ведомств, регионов будут всесторонне содействовать реализации этих проектов. Вот здесь сидят все руководители регионов Республики Узбекистан. Мне очень приятно, что вы друг с другом познакомились, знаете свои проблемы, знаете свои перспективы. Все должны понять одно, что это начало большого пути. В завершение хотел бы подчеркнуть, что межрегиональный форум призван стать эффективной площадкой для прямых деловых контактов и практического взаимодействия регионов двух стран. Мы уже с Владимиром Владимировичем договорились, что этот форум будет проводиться ежегодно. Уважаемый Шахат Мирамонович, дорогие друзья, коллеги, я рад приветствовать участников первого форума межрегионального сотрудничества. Это и полезное, и очень перспективное направление взаимодействия. Разветвлённые связи на уровне регионов являются важнейшей составляющей комплекса двухсторонних контактов. Поэтому с удовлетворением мы поддержали, безусловно, эту инициативу Шахата Мирамоновича о проведении такого форума в Ташкенте и именно в ходе сегодняшнего визита. Мы видим, что контакты между российскими субъектами и областями Узбекистана становятся всё более интенсивными и разнообразными. Мы знаем, что с подачи президента Узбекистана увеличилась активность наших узбекских коллег из регионов, из областей Узбекистана. Это очень впечатляюще может принести результат. В форуме сегодня, уже об этом было сказано, принимают участие около тысячи российских участников, субъектов Российской Федерации. В их числе 10 губернаторов и более 850 бизнесменов. Это подчёркивает серьёзный настрой на совместную работу с узбекскими партнёрами с нашей стороны, с российской. С учётом того, что в последнее время особо динамично развивается взаимодействие в области сельского хозяйства, вполне логично, что именно эта тематика вынесена на пленарные заседания форума. Я позволю себе тоже несколько слов подробнее сказать по этому направлению. Только за 8 месяцев текущего года объём российско-узбекской торговли аграрной продукции увеличился почти на 40% до 340 миллионов долларов. Не сомневаюсь, что показатели будут и дальше расти. В том числе и потому, что в России созданы самые благоприятные условия для импорта узбекских сельхозпродуктов. Утверждён особый порядок фитосанитарного контроля. Действуют льготные железнодорожные тарифы. Всё это мы обсуждали в ходе государственного визита президента Узбекистана в Москву в прошлом году. Все эти договорённости, как вы видите, реализованы. Сельское хозяйство важное, но далеко не одно, не единственное направление нашего сотрудничества. Возможности для российско-узбекского взаимодействия самые широкие и самые многообещающие. Как отмечалось, Узбекистан и Россия придают важное значение межрегиональным связям. В последние годы такие контакты приобрели высокую интенсивность. Совершено более 40 взаимных визитов, благодаря чему открыты новые рынки для поставки продукции. Созданные рабочие места, у населения появились дополнительные источники дохода. На форуме обсуждены практические вопросы делового сотрудничества, в том числе конкретные перспективные проекты и программы. Этот день запомнится в истории еще одним важным событием – торжественной церемонии, посвященной началу реализации проекта по строительству первой атомной электростанции в нашей республике. Об одном из самых масштабных проектов в истории современного Узбекистана и из крупнейших в рамках узбекско-российских отношений рассказал видеоролик, продемонстрированный руководителем двух стран и участником форума. Наши страны имеют глубокие корни взаимного сотрудничества, и они крепнут с каждым днем. И новой вехой в этом сотрудничестве станет строительство первой в Центральной Азии и в Узбекистане атомной электростанции. С нами на прямой связи на одной из приоритетных площадок будущей атомной электростанции заместитель премьер-министра республики Узбекистан Алишер Сайдабасович Султанов и генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Евгеньевич Лихачев. Для «Росатома» большая честь принять участие в воплощении исторического решения руководства республики о создании в стране атомной энергетики. Просим вашего разрешения на старт реализации проекта будущей атомной станции, чтобы приступить к инженерным испытаниям, изысканиям на приоритетных площадках. Разрешите пригласить президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мерзиоева нажатием символической кнопки дать старт новому узбекско-российскому проекту. Сразу после президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиоев и президент Российской Федерации Владимир Путин нажали символическую кнопку запуска реализации проекта для начала инженерных изысканий для выбора площадки строительства первой АЭС в Узбекистане. Реализация этого уникального проекта по прогнозам специалистов позволит нашей стране диверсифицировать энергобаланс. В настоящее время атомная энергетика это неотъемлемая его часть и многие развивающиеся страны делают выбор именно в пользу атомных технологий, так как это не только надежный и безопасный источник энергии, но и долгосрочное вложение в экономику страны. Хочется сказать, во-первых, огромное спасибо и президенту Узбекистана, потому что это его было решение, это была его инициатива. Владимир Владимирович, спасибо большое, поддержал Росатом в этом начинании. Мы очень рады, что именно Росатом был выбран в качестве партнера технологического и той компании, которая будет создавать совместно с нашими узбекскими партнерами здесь атомную станцию. Сейчас начинаются изыскательские работы на нескольких площадках. По итогам этих изыскательских работ специалистами будет сделан вывод о приоритетной площадке. И дальше мы приступим к реализации проекта, собственно, созданию проекта атомной станции, ее строительству и реализации его уже, что называется, в бетоне, в железе, в том виде, вот как он сегодня представлен на макете. Технологию, которую мы выбрали совместно с российскими партнерами, это водный реактор 1200 поколения 3+. Он является одним из самых безопасных и самых эффективных реакторов. Полностью подходит по техническим нормам к нашим климатическим условиям. Мы начнем георазведочные работы. Согласно правилам Всемирной организации МАГАТЭ в ряде регионов Узбекистана, Будет учтен экономический, экологический, технический и другие факторы. Тщательно, с учетом каждой детали, определим площадку. И только после этого начнем строительные работы. Для выработки электроэнергии расходуется 16,5 миллиарда кубометров природного газа, 86 тысяч тонн мазута и более 2 миллионов тонн угля. Проект Первый АЭС в Узбекистане будет состоять из двух энергоблоков поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт каждый. Которые являются самыми современными и безопасными. Таким образом, узбекско-российское сотрудничество в области мирного атома переходит в практическую плоскость. Что означает новый этап активного взаимодействия наших стран на десятилетие вперед не только в этой области. Атомная отрасль способна выступить локомотивом для дальнейшего развития многих других сфер. Площадь независимости – особое место, воплощающее в себе приоритеты современного Узбекистана. Четко выверенные ориентиры внешней политики, направленной на равноправный, взаимовыгодный диалог с зарубежными партнерами. И динамизм реформ современного этапа, ориентированных в первую очередь на модернизацию страны. Создание максимально комфортных жизненных условий для людей. Повышение благосостояния узбекистанцев. Всего, что составляет особое понятие – человеческое счастье. А потому глубоко символично стало посещение президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мерзиёева площади независимости. Возложение цветов к монументу счастливой матери. В ярких деталях архитектурного ансамбля убедился высокий гость – динамизм преображающегося Узбекистана, вышедшего на путь прогресса, уверенного и ставящего перед собой высокие благородные цели, в том числе расширение партнерства с Российской Федерацией. Одним словом, данный государственный визит президента России в Узбекистан, проведенные встречи и переговоры высокого уровня, подписанные инвестиционные соглашения на миллиарды долларов будут служить интересам и повышению благосостояния народа в двух странах. И сегодня руководство России, широкая общественность, люди с большим уважением и вниманием следят за преобразованиями в современном Узбекистане. На деле проявляют стремление последовательно развивать партнерство по всем направлениям.